добрый день добрый вечер добрый день дорогие друзья кто когда будет смотреть вот много вопросов возникает по поводу 7 числа то есть вот мы ритуал запланировали провести на реками и вот по поводу этого возникают вопросы как бы вопросы от наших собратьев земляков как туда приехать что там как там это все будет происходить если мы не можем туда попасть то можем ли мы это в другом месте сделать и очень много мне русские ребята и женщины девушки пишут там много людей пишет они хотят тоже в этом дело принять участие но у себя в своих регионах у себя дома точно такой же костер развести и ту же программу ту же молитву запустить да то есть чтобы мы все сообща попросили пробуждение этого коллективного духа и право на победу вот как у нас то говорят валах и джинбар отдал до всем дал нам право на победу потому что времена будут непростые да и вообще каждому человеку в жизни нужно такое право чем бы он не занимался спортом служил где-то в армии в бизнесе везде право на победу но право как нас считали предки надается свыше и пока человек не заявит свои права ему никто его и не даст правильно ты же не прочь тебе не дается и право свое нужно заявить что у тебя есть и тогда тебе его дают и вот этот обряд мы и будем проводить все очень просто там нужно будет огонь разжечь и вот остальные нюансы сейчас от алхаз расскажет ну да судим просто какие-то детали чтобы просто более правильно подготовиться к этому ритуалу те кто приедут на реку обвинут значит эти люди то они обычно бывают на праздника все в принципе предупреждать не нужно не все знают четко что нужно делать ну да те кто не знает нужно что сделать самое главное хотя бы артабоны комбо дарут ножт оборну что и жабан там оков жар за хайзурун дар на и куда там ахашу твук дам зу арбана на фачах зиза дар марбала шут карчи фэддар малашу нельзя нач курять на это все как бы возбраняется да единственно что можно еще привезти у кого есть бензопилы и топоры потому что нужны будут дрова там сушняк как бы есть сосны повальны мы немного дрова по заготовляю чтобы у нас были дрова принципе наши все знают я бы хотел обратиться к нашим русским братьям те кто будет принимать с нами ритуал участие в этом ритуале что самое главное значит друзья самое главное это чистота нужно поддержать три дня пост завтрашнего дня до воскресенья три дня пост что значит пост попаститься не есть свинину и все что с этим связано колбасы там всякие курятину нельзя нельзя пить крепкие напитки нельзя курить материться ну желательно еще и скверно думать как-то отгонять от себя негативные мысли можем нельзя как бы спать женой это все входит в обряд поста для того что подойти с чистотой к этому обряду к ритуалу в воскресенье нужно будет выдержать вот эти все вот правила что еще мы как бы с москвой находимся на одном в одночасовом поясе и нужно будет просто просчитать там кто-то можно уважать кто-то еще дашь у вас соответственно там другие эти все координаты как бы другие вот эти вот момент исходные у нас солнцестояние высшая точка значит этого дня воскресенье 7 февраля будет это часа два где-то 12 на 2 получается вы там у себя посмотрите чтобы было бы чтобы главная молитва была именно в основе на в одно время да и в одно время и в зените когда солнце будет стоять она будет иметь просто наивысшую наибольшую силу молитва как она проходит вот наверно вам уже говорил в прошлый раз что на столе должны быть значит три пирога у нас бывает когда мы обращаемся к богу либо к ангелам нашим но в данном случае вы наверно пироги эти не делайте с сыром то просто хотя бы пресные три хлебца круглых на столе нож соль и те тор чем будете молиться мы варим дома домашнее пиво которое варится ритуальное пиво который мы потом уже возносим обитвы творцу к нашим небожителям значит у вас то пусть будет колодезная чистая вода либо же молоко можно даже чтобы это был квас русские наши братья делают квас кстати неплохой дал квасом тоже можно это кстати аналог нашего пива осинска то есть главное чтобы это не было ни водка не вино не что-то другое не крепкий спиртной напиток да квас как бы вода молоко все молится старше начинает молитву молитва прежде всего сперва обращать идет обращение к верховному творцу к верховному богу к высшему абсолюту после этого как вспоминаются имена небожителей в данном случае у вас они у вас свои короче да это наши боги это велес ели вас вару небожитель дождь бог ваши небожители редки там редки важно они есть принципе предки да мы их астину называем как бы своих небожителей на бусхич так то есть это получается наши достойные старшие скажем так это это сотворцы которые вместе с творцом правят этим миром кто-то у нас есть бог допустим лесов бог ветров бог век морей диких животных там бог земли покровители да ну в принципе да можно в этот покровитель покровитель ангел вот идет коллективная молитва значит начинается на старшего последовательности значит за большого за большого бога ну и соответственно уже за ваших старших за ваших небожителей это как бы основные такие вот моменты до которые нужно соблюсти а третий за это что сказать а 3 идет уже как бы за изобилие за за ваших мажей за ваши семьи за младший за старше за всех людей которые любят вас и любите кого вы Это как бы я так иду немного в переводе с остинского, с оландского языка немного звучит. То есть вы вспоминаете всех домочадцев, всех ваших близких людей, семьи, желаете всем счастья, здоровья и каких-то, наверное, перемен. Потому что, как вы понимаете, жизнь такая, которую вы знаете сейчас, и, наверное, ее нужно как-то менять. И мы все надеемся на добрые перемены, которые должны произойти, чтобы в нашей стране воцарился мир и покой. Чтобы дух проснулся. Проснулся дух, да, и чтобы наша земля принадлежала нам, а не кому-то со стороны. Да, и вот основная молитва, да, хотелось бы вот это право на победу. Вот вы просите для себя и для людей своего духа. Вот это обязательно нужно момент подчеркивать. Мы по-стински это будем говорить, но вы по-русски говорите. Попросите у Творца и у ваших покровителей, у ваших небожителей право на победу. Чтобы вы победили, потому что у вас мотивы, лучшие мотивы, хорошие мотивы, правильные мотивы. Не так, не те, которые есть у тех, которые просто вот нас взяли в такую блокаду, да, в кабалу, да. Давайте говорить так, в кабалу, да. Так что у нас есть мотивация, у нас есть мотив, достойный, благородный. И мы должны потребовать, попросить у наших покровителей, у наших небожителей право на победу. Потому что пока вы его не попросите, вам его никто не даст. Это очень тонкий момент. Вот вы просите, то есть вы заявляете свое право, что вот вы имеете право. Мы все, вот мы там и вы в том числе, вы потомки победителей. Мы потомки победителей, мы побеждали всегда. Не единожды, да. Даже вот последняя, вот вторая мировая война, мы потомки победителей. Мы живем хуже побежденных. Почему? Потому что мы свое право на победу не используем. Не используем, да. Мы победители, об этом забыли все. А нас держат хуже, чем побежденных в таких условиях. мы рабы у себя дома и за это надо свои права заявить понимаете сначала перед силами мира невидимого у меня есть право как потомка победителей дайте мне мое право сюда назад и они вам дадут его и обязательно говорить чтобы вам людям вашего духа близким вам людям да то есть за себя нельзя только за одного говорить надо говорить за всех за всех за себя индивидуально не говорят в это время должен гореть огонь то есть вы должны 12 часам дня у вас должен гореть кстати во время молитвы должен всегда гореть огонь да и желательно чтобы дрова не были так но набраны где-то там с пола там ящики до стороны пусть они будут чистые как не внимательно отнеситесь во первых такой нельзя потом тушить во вторых когда вы будете разжигать нельзя разжигать с помощью розжигов бензинов и всего остального то есть это должен быть чисто разведенный огонь спичками да и соответственно он потом должен потухнуть сам водой заливать его нельзя нельзя в него как бы сквернословить обращаться в него как-то неправильно кидая туда салфетки или что-то бычки там мусор вообще неземно говорили то есть да отнеситесь нему так как относится манима все все арийские племена как с достоинством с уважением с почтением это живая то живой организм который с нами просто с древнейших времен это первое с чего начиналось вообще потому что мы считали что наши тут и вот небожители они как бы созданы из огня понимали они живут в огненном мире то что они могли когда в огненном мире живут и соответственно с уважением под именно к этому огню если вы уже делать обратно ритуальный огонь не огонь для шашлыка и еще для чего-то для молитвы и относитесь к нему соответственно то есть от 12 до 2 у всех будет работать что нужно сделать вот вы там эти три три молитвы сказали там попросили этого права на победу и просто молча в него смотрите и попытайтесь что-нибудь почувствовать почувствовать всех тех людей и я думаю будут в этот день сотня может и тысячи которые будут это одновременно с нами делать у нас получится это сетка понимаете и смотрите на знание да кстати смотреть во время молитвы должны быть знаки вы их увидите что это такое не объясните не скажу у каждого на свое какое-то понимание знаков это будут какие-то облака какие-то луч света который будет на вас падать но вы точно поймете принято ваше молитвов или нет мы всегда по знакам смотрим то есть мы делаем какой-то в ряд мы видим есть знаки нет знаков хорошие знаки плохие знаки вы это увидите вы почувствуете это мир будет разговаривать с вами а этот огонь это как средство коммуникации вот у нас сейчас гаджеты на которые мы сейчас записываем как средства коммуникации цифрового мира этот связь с другим миром и друг с другом с нами будет в этот день поэтому вот я думаю что все у нас получится нашим братьям астинам они как бы все это знают как это все надо делать мы с детства в этой культуре выросли но кто не может приехать на реком на свои святилища эти на свои кувандоны может разница никакой нету процедуру никому объяснять не надо главное валах и джинбар раку вот куцевой вазма нахимона чива удона ратан валах и джинбар дух понимаете вот старцы даже православный там сергей бородович сегодня вспоминали там друзьями они дух стяжали понимать они не душу спасали сейчас нам убеждали на душу спасать она там какая-то несчастная спасать на дух надо стяжать и тогда все будет нормально победа и старцы православный дух стяжали они душу спасали свою не отчего ее спасать а вот дух надо стяжать поэтому давайте его стяжать вместе потому что в одиночку стяжать не получится ни у кого только в коллективе потому что мон дается на всех спасибо большое фида ром и рон ада ваш тарджинема ражма